приветствую всех значит пора уже потеплела немножко можно заниматься какими-то работами ну и начну я наверное со своего старичка значит покажу что здесь в нем такого ну значит попробую я его продать дал объявление люди звонили то есть когда картинка стояла вот так вот ну вы поняли меня в таком диапазоне люди звонят интересуются поставил я ему цену 700 долларов за него с расчетом на то что нужно кусок работы по поварке и с расчетом на то что значит вот такая вот проблема на кто смотрел мой канал вот здесь накрывая голова я зафиксировал двигатель крепился за голову с помощью ухо от головы поэтому я сварил такой кронштейн вот и закрепил двигатель чтобы с ямой стянуть потому что на яме он начал очень быстро ржаветь за полтора года простоя на яме даже крыло сгнило не без того что конечно здесь жучок был ну в общем сгнило ну поставил я со счетом на то что он гнилой и отсутствует голова 700 долларов в цену даже если в принципе его пустить под разбор то насос можно за пару листов толкнуть коробку то же самое за 250 уже 455 колес два из них передних хорошая резина даже то есть но долларов за 200 можно опять колес толкнуть до 650 долларов только вот так вот по быстро по-быстрому можно срубить разобравшую на запчасти ну не захотели то есть я его как бы как аварийный на запчасти там ну его в принципе поварить у меня уже наповину поварен я уже там варил арки вот видно да вот этот порог проварил ну вот кусочек не говорю но тут основная работа оставалась по днищу вот такой салон так ну немножко запылился я так особенно не протирал так от пыли слегонца ну поварить нужно здесь значит показывают этом кругу что работы хватает ну может быть за 700 как я его старался продать здесь колотого бою вот но дешевле мне нет смысла отдавать потому что мне проще будут его разобрать на запчасти по запчастям продать тут даже эти три запчасти я уже верну свои деньги да но я наверное его таки восстановлю если так посчитать голова стоит 250 долларов так ну плюс прокладки там все эти обойдется еще в полтинник то есть 300 поставлю ее сам я уже ставил да и поварить ну мне поварить покрасить обойдется ну тоже в пару листов это в основном затраты будут на небольшой кусок металла спаклевка грунтовка краска все у меня остальное есть все сделаю своими руками я думаю в 1200 я войду ну продам соответственно я его даже если поменять вот битые стопы там лобовик 70 долларов да ну обойдется он мне пускай даже в полторы тысячи но уже в поваренном состоянии я его продам 22 500 то есть еще буду то есть еще выиграю те кто покупает авто но я думаю что за предпродажной подготовки там естественно ничего не видно в таком ценовом диапазоне за 2 до это в основном будет все замазано зашоргана закрашена чтобы покупать вот даже здесь вот да это у них такое больное место здесь все выгнено не все здесь переварив все толстым металлом просто осталось вот вот эту лицевую сторону мне все это доделать ну естественно буду заниматься не только ремонтом авто у меня это еще сейчас нужно сделать коптильню вот он там еще стоит у меня чудо техники на сейчас мне нужно сделать коптильню потому что вот то стоит под дождем у меня и ну ну объема не тем не нужно как-то побольше но хотя хотя как вот она обгорает эта краска обгорает я уже дважды и красил дважды красил я это все чудо она сгорает и дождь попадает и все равно толку никого не получается все это советует облить нагреть ее и облить маслом подсолнечным будет черного цвета но попытаюсь может что доведу уже пескоструем касты и защищал и кстати уже сразу пройдет на и качели такая ну тут шесть семь человек садится на нее я так сразу с детским городском сделал как бы здесь вот мы отдыхаем да а там дети но если так собираемся и дружной компании чтобы мы могли за детьми присматривать поэтому напротив вот как бы все рядом вот но это я в точно не поубирал ветки ты только только сад привел в подарок в подарок порядок ё-моё вот вернусь немножко назад видео вот я вам показываю сейчас автомобильчик такой старушка восемьдесят шестого года выпуска я как-то иначе восстанавливать покажу что был спор эффективности кислотный грунтов я сразу скажу здесь одни накрыл ничего больше не делал здесь даже нет ни база не лаком ничего не это просто по голому металлу покрыто криво машина стоит под дождем вот на открытом вот вот видите да на открытой местности как видим нигде нет ни жука это ей уже четыре или пять лет она стоит таком все двери углы дверей вот так вот не то чтобы чуть-чуть вот так вот срезаны вот они сгнили все все это вырезано все это в варено новое как видите уже какой срок прошел около пяти лет арки здесь тоже в варены капот то же самое здесь глубокая коррозия здесь был удар потом с годами глубокая коррозия что то вроде вот этой вот здесь уже до дырок прогнила там еще нет вот все это заделано здесь против и просто да вот это все против если бы вовремя накрыл было бы все этой вот все это как видите всему так что если вы я говорил что акриловые то есть кислотные грунты это не больше чем маркетинговый ход вот принципе все что хотел сказать